В этом году выставка разделена по темам. Картины здесь классические и абстрактные. Традиционно последние вызывают больше интереса как у зрителей, так и у нашей съемочной группы. Разобраться в тонкостях жанра помогает сам автор. Это есть, скажем, поэзия рук, а есть поэзия головы. Одно дело, когда у тебя рука сама тебя куда-то ведет, и ты от этого отталкиваешься. Но бывает изначально какая-то у тебя уже есть задумка в голове, и ты пытаешься ее реализовать. Я обратился к чувствам, потому что чувства у каждого разные. То есть как ты схватишь запах, как ты изобразишь ностальгию. Это же неосязаемые вещи, и поэтому я попытался сделать это в цветах. Допустим, вот эта картина – это явление, которое называется фосфен. Это когда ты механически давишь на закрытый глаз. То есть если закрыть глаза и надавить, ты увидишь шахматные какие-то круги, разводы, цветные точки. То есть я хотел вот это ощущение поймать. Допустим, вот эта картина называется «Ил». Вот вы представляете дно, да? Реки или озеро по нему топнуть, и вот это все… Вот этот вот вихрь, вот это все… Как вот это нарисовать? Это же… Это как дым, как огонь, оно меняется. Это просто ты как бы вот смотришь внутрь себя, и это потом вблескиваешь на холст. А то, что мазня, ну да, есть и такие мнения, что мазня, ничего не понятно. Ну, я в таком случае говорю, что просто, может быть, неизрелый вкус от человека, и все еще впереди. Разнообразить программу выставки художник решил арт-перформансом. Тему будущей картины было предложено выбрать гостям вечера. Голод с похмелья после метеорита – такой случайный набор слов Петр мгновенно принялся воплощать на холсте. На мой взгляд, с момента появления фотографии, участь реальной живописи, она больше ушла в фотографию, потому что она может изобразить точнее, больше возможностей, и в принципе это чуть более обыденно. А все-таки то, что я увидел на первом этаже, оно больше работает с какими-то бесструктурными эмоциями и чувствами. Какие-то более глубокие эмоции вызывает, и она заставляет их обдумывать. Впечатление просто самое ошеломительное, потому что Петя сам по себе человек праздник, и, собственно, выставка ему соответствует. По поводу того, какие экспонаты здесь присутствуют, здесь ни один из посетителей в этой выставке, ни один из гостей не останется равнодушным. Каждая картина тронет как знатока, так и обычного человека, который просто обладает каким-то чувством прекрасного. Очень нравится картина Кьянти. Вижу то, что там она уже, по-моему, кому-то принадлежит. Немного завидую. Открытие выставки – это, как правило, атмосфера презентации с разговорами об искусстве, спорами и обсуждениями. Совсем по-другому художественная мысль воспринимается в любой другой день работы экспозиции. Кстати, эти работы пробудут здесь, в Доме архитектора, до 2 марта. Вход на выставку свободный.